Привет, дорогие друзья! Это Вадим и канал Австралии по-житейски. Поеду я сейчас на работу после спортзала и по дороге поделюсь с вами своими соображениями о том, что ожидает Россию в ближайшем будущем, а также ответить на ваш вопрос, на кого пойти учиться после школы для того, чтобы обустроить свою жизнь. Думаю, видео будет в двух частях. Первая часть для тех, кто хочет остаться в России, хочет развиваться именно там, а вторая часть для тех, кто не видит тебя в России, для тех, кто хочет переехать за рубеж и обустроиться, ну да, где-то за границей. В общем, наслаждайтесь австралийским утром, австралийскими пейзажами, а я буду делать комментарии за кадром. Ну вот, друзья, мы и поехали, и позвольте поделиться с вами своими наблюдениями. Что, мне кажется, ожидает Россию в недалеком будущем? Ну, на мой взгляд, ничего хорошего. Почему? Потому что я помню, как было 10 лет назад, 20 лет назад, и если посмотреть в историю, то обычному народу, то есть простому человеку, работяге или даже предпринимателю, никогда, собственно, Руси хорошо и не жилось. Всегда хорошо жили бояре, дворяне, сословия, приближенные к царской семье, затем белые, красные, потом вся эта братва перекрасилась в триколор, и все равно продолжают жить относительно хорошо. Почему так происходит? А потому что Россия, ну, уникально так находится и сидит на больших запасах. В России, собственно, не нужно работать, в России нужно сейчас, допустим, качать нефть и газ. Раньше надо было ловить рыбу, торговать древесиной или торговать пушниной. Пройдет некоторое время, закончится нефть с газом, будет лес, будет питьевая пресная вода, закончится лес, и если с водой что-то не так будет, то найдут что-то другое, найдут какие-то минералы, какие-то кристаллы. В общем, в российской земле полным-полно всего. И в России, собственно, не надо работать, не надо чего-то изобретать. Нужно просто тупо сидеть, качать и продавать. Вот, собственно, и все. И поэтому в России всегда хорошо жили только чиновники, только те люди, которые приближенные к власти, только те люди, которые могут торговать за границей и получать за это прибыль. Почему так происходит? А потому что, если вы сидите в госаппарате, то, несмотря на то, что вас доят вышестоящие, извините за такое выражение, сдаивают, ну, вы также можете доить и ниже стоящих. Но если вы какой-то работяга, какой-то фермер, даже если предприниматель, то доит всегда будут вас. Ну, посудите сами, посмотрите, что сейчас происходит. Когда были высокие цены на нефть, были какие-то нанотехнологии, якобы вкладывали, якобы вкладывали в какой-то инжиниринг, какое-то развитие, какое-то строительство. На самом деле все это полная чушь. Элементарно пилили деньги, рассовывали по карманам под различными прикрытиями. Но, видите, ребята, нефть просела, газ просел, и все. Все нанотехнологии куда-то исчезли, они стали настолько нано, что вообще стали абсолютно незаметны. Тут же взвыли и бизнесмены, тут же взвыли и предприниматели, и инженеры, которые якобы были нужны. На самом деле все это в России никому нафиг не уперлось, никому это не нужно. Есть отдельная сфера производства в России, которая еще более-менее как-то иногда временами плавает. Это оборонка. Почему? Потому что все эти недра, все эти газы, нефть, это надо кому-то охранять, чтобы посягатели из-за рубежа на все это дело не прибежали и не разграбили. И это единственная сфера производства, которая более-менее может удержаться на плаву. Как сказал один из русских царей, Александр, вот я не помню какой, что в России есть только два надежных друга, это армия и флот. И поэтому, если вы как-то задействованы в оборонке, то, может быть, вы сможете устроить свою жизнь. И поэтому очень простой ответ на ваш вопрос, с кем быть и на кого учиться. Ребят, учитесь на чиновника, так, чтобы встраиваться в госаппарат. Да, возможно, это сделать не так просто, нужны какие-то знакомства, нужны какие-то связи. Но, не знаю, лично для себя я другого выхода в Россию не вижу. Если судить от обратного, то неважно, на кого вы будете учиться, на предпринимателей, на финансиста или на бухгалтера, ребят, все равно вы окажетесь где-то в самом краю. Те, кто сидит в госаппарате, те, собственно, и правят всей России. Те собирают налоги, сидят на казенном бюджете, сидят на шее у остальных и могут себе позволить гораздо больше. И даже если посмотреть в советское время, да, какая бы пропаганда ни была, как бы не поливали грязь, как бы не поливали грязью, там, Америку, Запад, Европу, буржуинов, то вся эта чиновничья верхушка, они всегда ездили на тот же Запад. У них всегда было самое лучшее передовое западное оборудование и техника. И не важно, что они говорили народу, что они втюхивали, они всегда жили хорошо. И, на мой взгляд, опять все идет к тому же. Опять сейчас будет головомойка, что вот на Западе все плохо, что надо покупать российское. Опять те же санкции, опять те же какие-то запреты. Ребят, ну, то, что вот я вижу происходит вокруг, что происходит сейчас в России, ну, ни к чему хорошему это вообще не ведет. Опять идет к тому же железному занавесу. И похоже, что железный занавес будет таким добровольным, что людям настолько промоют голову, что они сами добровольно сядут в клетку и все за собой закроют дверь. Вот, как бы это не жестоко звучало, но оно происходит именно так. Ну, посмотрите сами, что Россия со всеми рассорилась, рассорилась с Турцией, рассорилась с Египтом. Кто-то скажет, да, там турки. Ну, ребят, давайте смотреть объективно. Турки ведь не раз предупреждали, что российские самолеты пересекают ее границы. Дрон российский был сбит. Если вы настолько зашоренный человек, если вы, извините за выражение, ватник, вам тяжело это принять, ну, что ж, оставайтесь, при своем мнении время покажет. Ну, даже та же Сербия, которая считалась всегда таким хорошим союзником России, то сейчас потихоньку движется в НАТО. Если кто-то скажет, что это политики, народ на самом деле не такой, ребят, чушь все это. Это только объясняет то, что российская элита не может договориться, не может предложить ничего взамен. Вот, собственно, и все. И вообще, если смотреть действия в России за последние 10-15 лет, то это как, не знаю, действия какого-то имперского действительно государства. Вот у нас есть нефть, у нас есть газ. Вы хотите с нами сотрудничать, мы сделаем вам скидку. Не хотите, то как угодно. Ну, ребят, так бизнес вообще не делается. Посмотреть можно в Азию, посмотреть можно, как работают японцы, как работают китайцы. Нужно учиться дипломатикой. Значит, что делать молодежи? Ну, как я сказал, учиться на чиновниках, учиться на госаппарат. Как учиться, ребят, я не знаю. Мне кажется, на мой взгляд, вот эта вот система университетов, система институтов, она потихоньку отмирает. Если раньше народ учился в университетах для того, чтобы получить какие-то знания, то, согласитесь, сейчас знаний в интернете гораздо больше. И институт, как таковой, это хороший, ну, не знаю, трамплин для того, чтобы обрасти какими-то связями, которые пригодятся в будущем. Вот, собственно, и все. Потому что, если вы хотите выучиться, если вы хотите найти информацию, то информацию вы найдете безо всяких универов. А универа в современном мире, это как средство отмыва денег, что ли. Просто тупо зарабатывание денег. Тем более, в российских университетах учился в свое время, и вижу, какая эта система работает изнутри. Это только деньги, взятки, взятки за экзамены, либо взятки в официальных каких-то таких поборах. Но все равно, это самая натуральная машина по выколачиванию денег из населения. Вот и все. И, в принципе, даже за границей то же самое. Если вы хотите учиться, вы можете взять кредит, но все равно вам потом придется расплатиться. Собственно, опять та же финансовая пирамида. Вот так вот, ребят, такие вот соображения у меня. Если вы хотите жить в России, то вам надо иметь наглость для того, чтобы доить своих соотечественников. Если у вас такой наглости нету, если вы не желаете жить таким способом, то значит, в России вам будет тяжело. Но, возможно, если вам сейчас 15 или 20 лет, вы можете подумать, да, чего это старичок нифига ничего не понимает. У вас было столько шансов поднять Россию, а вы эти шансы упустили. Ребят, когда мне было 15-20 лет, я думал то же самое, что вот мы, молодое поколение, мы сейчас наведем порядок. У нас все будет зашибись, и мы будем жить не хуже, чем на Западе. Ну, знаете, проходит 3-5 лет, когда вам становится лет 25, когда вы уже думаете о семье, когда появляются дети, когда вы сталкиваетесь с системой садиков и детских учреждений, системой каких-то детских пособий. И когда вы отправляете ребенка в школу, вы понимаете, насколько вся система гнилая. И была гнилой на протяжении десятилетий, столетий, и нету никаких перспектив для того, чтобы это все дело улучшилось. А потом, когда вы начинаете работать, когда вы начинаете платить налоги, когда вы начинаете содержать семью, вы все это понимаете, насколько эта система устоялась и насколько тяжело, да и даже практически невозможно все это свернуть. И всегда вот эти вот Дон Кихота, которые пытались что-то делать, в конце концов система их просто поливала грязью и выпинывала либо куда-то за борт, либо сажала за решетки. Причем сажала за решетки с помощью общественного мнения. То есть людям промывали голову, говорили, что вот он такой вот либо диссидент, либо он такой неправильный. И народ соглашался, верил, да, вот такой вот публичной казни. Таких людей всегда делали белой вороной. Вот, ребят, к сожалению, такой вот пессимистический взгляд. Ну, докажите мне, что это не так, докажите мне обратно. Если кто-то скажет, что вот оборонка, у нас там есть танки, у нас там есть какие-то вертолеты, самолеты, техник, у нас ядерное оружие. Ребят, ну ядерное оружие на самом деле, ну, поделились ученые, те, которые создали ядерное оружие. Создали, первые наработки были еще в Германии, создали его американцы. И когда они поняли, что они создали, что это действительно очень страшная штука, то они просто передали эти технологии в Россию, потому что нельзя одной какой-то стране обладать таким грозным оружием. Вот, собственно, и все. И не стоит из этого делать какое-то большое, я не знаю, какое-то большое достижение. Танки, вертолеты, да, ребят, все это есть, но это опять оборонка, опять только для того, чтобы сдерживать тех, кто будет посягать на российские недра, на российские вот эти вот запасы, чтобы их держать под контролем. Вот. Так что, если вы все-таки хотите быть каким-то инженером или каким-то предпринимателем, то вливайтесь в этот оборонный комплекс, и тогда у вас, может быть, будет еще какой-то шанс. А в противном случае, ребят, если вы не видите себя в этом обществе, если вы не видите себя в этой системе, что я могу сказать? Если у вас есть какая-то хорошая идея, развивайте эту идею, ни с кем с ней не делитесь, доводите ее до ума и учите язык, английский язык, китайский язык, японский язык, потому что рано или поздно вы встанете перед выбором, что вам надо будет паковать чемодан и куда-то с этой технологией двигать. Так было уже на протяжении десятилетий, столетий. Всегда российские какие-то технологии, они хорошо почему-то приживались на Западе. Очень много российских и советских ученых, которые действительно что-то сделали, но сделали это не в пределах России. Как ни печально это звучит. Потому что, как я сказал, в России это нафиг никому не нужно. Пока в России есть нефть и газ, есть вода и лес, никто этими технологиями заниматься не будет. Ну, посмотрите сами, вот, допустим, взять ту же Японию, да. Кто скажет, да, вот американцы влили денег в Японию, потому что Япония очень близко к России, для того, чтобы поставить там свои базы, пятый-десятый. Ну, отчасти правы, конечно. Ну, посмотрите, Япония сидит на голых скалах, да. Что у них есть, какие у них их запасы, ничего у них нет. Но с помощью технологий, с помощью ума, с помощью трудолюбия они достигли вот таких вот больших высот. Что же касается ближайшего будущего, то мне кажется, подобная система просуществует еще в течение следующих 10-15 лет, если не будет каких-то сильных потрясений. Если очень сильно ухудшатся экономические показатели, то вполне возможно будут какие-то волнения, но, скорее всего, система просто выдвинет сакральную жертву, опять укажут на кого-то, скажут, вот это они во всем виноваты, и народ опять это дело все схавает. Если же будет что-то серьезное, какие-то волнения, то, скорее всего, даже если власть поменяется, то это будут те же люди, но которые опять перекрасятся. Будут выдвигать другие лозунги, встанут под другие знамена, но система останется системой. Каковой она была и 50, и 100 лет, и 200 лет назад, и 300 лет назад. И даже если посмотреть историю еще глубже, то на самом деле мало чего на Руси поменялось. Ну вот, ребят, опять получилось какое-то депрессивное видео. Вот сколько я не пытаюсь сделать что-то позитивное о России, каждый раз, как я касаюсь этой темы, получается какой-то депрессняк. Вот, ребят, ну не вижу я никаких предпосылок для хорошего развития. Если кто-то скажет, что да, в России можно жить хорошо, стало гораздо лучше. Ребят, ну прожив 10 лет в Австралии, у меня есть некоторый опыт о том, как можно хорошо жить, и как на самом деле там происходят дела. И вот, ну честно, я не вижу никаких предпосылок для того, что в России что-то изменилось, изменилось к лучшему. Никто не хочет там ничего менять. А если кто-то пытается чего-то изменить, то система этого человека просто, ну опять перемалывает, либо выкидывает за борт, вешает на него ярлык, мол, ты не наш, ты нифига не россиянин, ты не патриот, и вообще ввали отсюда свою Америку, пакуй чемоданы. И поэтому грамотные люди, люди предприимчивые, люди вот с такой хорошей предприимчивой, знаете, жилкой, им в конце концов все это надоедает, они уезжают. Ну тяжело на самом деле честному человеку жить хорошо и честно в России. Вот получается так. Вот если я не прав, ребят, ну подскажите, что вот именно не так? Как, по вашему мнению, можно сделать вещи лучше? Как, по вашему мнению, что-то можно поменять, что-то можно изменить? Лично я, ребят, к сожалению, этого не вижу. Ну вот, собственно, я подъехал уже к работе. Пора мне идти на свое рабочее место. Ну вот, ребят, приехал я на работу. Получилось у нас опять такое депрессивное видео о России. Что же теперь поделаешь? Если у вас какие-то есть свои соображения, то, пожалуйста, оставляйте комментарии. И продолжим там дискуссию. Я благодарю вас за просмотр. И несмотря ни на что, желаю вам хорошего здоровья, вам, вашим близким, оптимизма, хорошего настроения, трудолюбия, немножечко удачи. И до встречи в следующих видео, потому что скоро будет вторая часть, а именно посвященные тем, кто заканчивает школу, кто хочет поступать в какой-то вуз, и те, кто хочет переехать за пределы России. Что для этого нужно сделать? В общем, ребят, еще раз всего вам самого наилучшего. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok